Я читаю восемнадцатую главу из первой книги царств. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал, «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, и ему недостает только царство». И с этого дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в прочие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него, и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил перед народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил перед ними. И сказал Саул Давиду, — Вот старшая дочь моя, Мирова, и я дам ее тебе в жену. — Только будь у меня храбрым и веди войны Господни. Ибо Саул думал, — Пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. Но Давид сказал Саулу, — Кто я? И что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя? А когда наступило время отдать Мирову дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Мехолы. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал, — Отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду, — Через другую ты породнишься ныне со мною. И приказал Саул слугам своим, — Скажите Давиду тайно, вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя. Итак, будь зятем царя. И передали слуги Сауловы в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид, — Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный. И донесли Саулу слуги его, и сказали, — Вот что говорит Давид. И сказал Саул, — Так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме ста краеобрезаний филистимских, в отмщение врагам царя, ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил двести человек филистимлян, и принес Давид краеобрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его.